Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалютам и хочу пробежаться по зарубежному твиттеру. Так, сначала они вас игнорируют, затем смеются над вами, затем сражаются с вами, а затем вы выигрываете. Мы уже проходим три этапа игнорирования, насмешки и сражения. Нам остается только выиграть. Победа расставит все на свои места. Также XRP CryptoWolf пишет, что разработчики XRP Ledger создают инновационные продукты для игр, контента и веб-монетизации, где в центре внимания XRP. Также индийский бан, член RippleNet и NPCI объединились, чтобы предлагать трансграничные денежные переводы. Также пользователь GIN Reborn13 пишет, что в 2017 году XRP заработал 37 тысяч процентов. И все же теперь мы видим, что CryptoTwitter сходит с ума из-за изменений в цене XRP всего лишь на 10 центов. Вы должны знать, потому что когда наступит время 2017 год будет унесен водой. Непостижимые объемы ликвидности ждут притока в новую систему. Терпение, мои друзья, пишет он. Также XRP Капитан пишет, что если история повторится, то мы сможем увидеть хороший рост XRP к концу 2022 года. И первая остановка, по его мнению, это 10-13 долларов. Время покажет, надо дождаться сначала первой остановки. Также пользователь 589 пишет про новую загадку от PeerAbleGuy123. Так, на старой загадке, в 2019 году стены были покрашены всего на 30-40%. А теперь, в 2022 году покраска стен уже завершена. То есть, по сути, работа выполнена. Орудие молот, которым работает медведь, уже не в руках, а лежит на полке. 2022 год — это начало получения результатов работы компании Ripple. Также пользователь JackTheRipple пишет, что 99% пользователей будут ждать, чтобы купить XRP, пока не станет слишком поздно. Также вышла статья на Forbes, что криптокарты повышают покупательную способность биткоина. Когда-то трата криптовалюты была делом, вызывающей головную боль. Какая разница, за пару лет в наши дни уже легче использовать биткоин и эфир для покупки товаров и услуг в интернете и в метавселенной. Так, для ускорения массового внедрения криптовалют были разработаны криптодебетовые карты от платежных гигантов Visa и MasterCard, которые развернули поддержку криптовалют в своих обширных сетях, предоставив пользователям доступ к своим криптовалютным портфелям и возможность быстро и дешево конвертировать их в традиционные валюты. Это не является глобальным решением, поскольку многие страны занимают жесткую позицию в отношении криптовалют, поскольку действуют финансовые законы, запрещающие гражданам покупать, продавать или даже хранить их. И поэтому криптофиатная карта, какой бы удобной она ни была, вряд ли пригодится в некоторых странах, но в странах, где принимают карты Visa и MasterCard, ваша покупательная способность гарантирована. Так, MasterCard изменила свое отношение к цифровой экономике и написала, что мы здесь не для того, чтобы рекомендовать вам начать использовать криптовалюту, а для того, чтобы позволить клиентам продвигать цифровые ценности, традиционные или криптографические, как они и хотят. Это должен быть ваш выбор, это же ваши деньги. Так, растущая сеть партнеров MasterCard по криптовалюте теперь включает приложение кошелька Virex, поставщика платежных услуг биткоинов BitPay и систему управления цифровыми активами BACT и приложение LVL для мобильного банкинга. Также MasterCard объединяет усилия с пятью стартапами для решения глобальных проблем блокчейна. Не отстает и компании Visa, используя цифровые активы. Так, она объединяется с более чем 60 криптоплатформами, включая Circle, BlockFi, Coinbase, FTX и другие. И в прошлом году фирма даже запустилась в консультационную практику по криптовалюте, предназначена для финансовых учреждений, стремящихся привлечь или удержать клиентов, расширив свои услуги, включив в них цифровые валюты, стейблкоины и NFT. Получается, что две некриптографические компании нанесли удивительный удар по гегемонии традиционных финансовых институтов тем, что касается платежей. И доминирование традиционных игроков в платежном пространстве в течение некоторого времени ослабевает по мере влияния инновационных форм цифровых платежей. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравились данные новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok